Кикбрейнс представляет Думаем, что в общих чертах с Гретой знакомы все, но для начала мы все же подробнее остановимся на прошлом девушке Госпожа Тунберг родилась в семье актера и певицы Семью простой однозначно не назовешь Предок папани Сванте Аррениус в 1903 году взял Нобелевскую премию по химии Ну а маму Малену Эрман наверняка видели многие, так как она принимала участие в Евровидении 2009 Собственно, родители Греты являются активными сторонниками расширения прав мигрантов А также ярыми защитниками экологии Отсюда все и началось, а усугубилось проблемами со здоровьем Греты В 11 лет после продолжительной депрессии врачи поставили ей целый ворох диагнозов Синдром Аспергера, который позже врачи переклассифицировали в расстройство аутистического спектра Обсессивно-компульсивное расстройство, знакомое многим по навязчивым мыслям Ну и, конечно же, синдром дефицита внимания и селективный мутизм На этом моменте попросим быть спокойнее Почти все великие ученые так или иначе страдали расстройствами психики Тысяча лет, как и экспериментально, доказано нулевое влияние подобных болезней на интеллект Поэтому не уподобляйтесь русскому ТВ, друзья Быть умной Грете не мешает ничего А сама девушка, напротив, считает болезни даром В какой-то степени это так, ведь навязчивые мысли позволяют ей не забывать об экологии А синдром Аспергера концентрироваться только на их выполнении Собственно, так и случилось Услышав истории о проблемах экологии, Грета отказалась от мяса, меха и всех продуктов животного происхождения Затем девочка провернула ту же операцию с родителями, попутно заставив их переключить дом на солнечную энергию Ну а вишенкой на торте стало требование отказа от самолетов, оставляющих углеродный след в атмосфере Про загородную виллу семьи, которую Грета отдала мигрантам, и упоминать не будем, для нас это не так важно История мировой популярности начинается 20 августа 2018 года 15-летняя Грета вдохновилась американскими школьниками и периодически стала пропускать школу, заменяя ее одиночным пикетом Госпожа Тунберг стояла у школы с плакатом «Школьная забастовка за климат», а остальное за нее сделали соцсети Ко Грейте присоединились сотни учащихся, все СМИ Швеции наперебой выпускали репортажи, а политики высказывали слова поддержки В итоге уже спустя месяц Тунберг запустила глобальный флешмоб, призывая планету сделать пятницу днем Земли И к марту этого года количество участников забастовок превысило полтора миллиона, а проходили они в 123 странах Как заправский рок-певец Грета выступает перед многочисленными толпами И мы подошли, пожалуй, ко главному вопросу Чего вообще хочет Грета? 23 сентября девушка собралась на саммит ООН, куда само собой решила поплыть на катере, выделенном принцем Монако, чтобы не оставлять углеродный след от самолета Там Грета разбомбила мировых лидеров, заявив, что правительство не делают для экологии ничего И что у нее украли детство Позиция Тунберг проста Все вокруг должны заботиться о планете Мы должны пересесть на зеленую энергию А государство массово отказаться от нефти, угля и прочих радостей жизни, отравляющих землю И все это проводится под эгидой предотвращения глобального потепления Полтора лишних градуса, что предрекают нашей планете в ближайшее время, кошмар в глобальных мерках Уже сейчас люди хоронят ледники и наблюдают таяние полярных льдов Ученые придерживаются мнения, что дальше будет только хуже Но есть одна загвоздка Как минимум в том, что четких планов и предсказаний нет ни у кого Из года в год ученые дополняют картину, периодически меняя ее, как удобно До этих самых пор популярен знаменитый график хоккейной клюшки Он заявляет, что за последние две тысячи лет темп роста общей температуры Земли уникален Да вот только загвоздка в том, что если копнуть глубже, то можно увидеть, что четыре тысячи лет назад Когда промышленностью у людей и не пахла, температура была еще выше Само собой, это дает аргументы скептикам, заявляющим, что температура понятие космическое И решающего влияния на нее мы не оказываем Однако, как минимум, стремящийся в потолок график вымирания животных О котором мы говорили в одном из прошлых видео Намекает, что выбросы все же есть И экосистему люди так или иначе убивают Получается, что Грета права? Хм, не все так однозначно, друзья Ведь пока юная Тунберг просит всех пересаживаться на электромобиле Ценник даже на обычную машину кажется неподъемным для половины планеты Пока Грета агитирует за солнечные панели самый дешевый кобальт Без которого невозможно их производство По-прежнему добывается в Конго за копейки С использованием чуть ли не детского труда Пока Грета агитирует за житочный мир отказаться от самолетов Китай строит крупнейший в мире аэропорт Досин на 100 миллионов посетителей в год А корпорации продолжают использовать рабский копеечный труд в странах третьего мира Наплевав на экологию И в то время как в одной части света модный бренд Томми Хилфигер Выпускает экологически чистую линейку одежды для веганов В другой все тот же Томми продолжает испытывать все на животных Как заявляет крупнейший портал чистоты продукции Затея, которую начала госпожа Тунберг, несомненно хороша Людям действительно стоит задуматься о том, что мы делаем с нашей планетой Но, к сожалению, методы, избранные Гретой, хорошими не назовешь По словам Терезы Мэй, школьники, прогуливая уроки Наносят Земле не меньший вред, ведь они могли бы учиться, чтобы стать специалистами и сделать планету лучше Это лишь малая часть айсберга проблем, потопить которой за раз не получится Реальность такова, что пока Грету поддерживают миллиардеры и крупные корпорации Они же продолжают насиловать планету В нашем видео о правде вегетарианства мы наглядно демонстрировали Каких копеек стоит разработка искусственного мяса, которое разом снимет все вопросы Противостояния травоедов и обычных людей Но лишь сейчас Макдональдс и KFC в тестовом режиме пытаются на него перейти А это значит, что все те же люди, которые номинируют Грету на Нобелевскую премию мира Выделяют лишь крохи ресурсов на улучшение планеты Считать, что Грета Тунберг – настоящий феномен, также легкомысленно На дворе 2019 год, и за ее спиной целая гора пиарщиков Хелена Илес, близкая подруга матери Греты, является владелицей пиар-конторы Которая занимается продвижением юной активистки Ингмар Ренцхог, владелец стартапа под названием «У нас нет времени» Прямо заявил, что раскручивал Грету, чтобы привлечь в свой проект дополнительные миллионы В этом году Тунберг сменила пиарщиков Теперь это могучий римский клуб, который 14 марта обнародовал специальное заявление О том, как поддерживает Грету, и какая она молодец Взглянув на руководящий состав клуба, там можно увидеть Джорджа Сороса Бывшего вице-президента США Альберта Гора и других не менее узнаваемых ребят Не будем погружаться в эту грязь, и лишь поясним, что Грета – такой же проект, как и куча активисток до нее В целом она хочет для Земли хороших вещей, несомненно Но все это сталкивается с абсолютным непониманием ситуации в целом Да и с тем, что она уже сотрудничает с людьми, для которых Тунберг – это бизнес и бренд А любой бизнес и бренд рано или поздно поглощается суровой реальностью Корпорации как составляли львиную долю всех вредных выбросов в атмосферу, так и составляют А параллельно тратят нехилые средства на свой имидж и просят всех избавляться от пластиковых пакетов Грета – хороший человек, и мы верим, что она на самом деле думает о будущих поколениях Ее движение не бесполезно и имеет смысл, но планету она не изменит До новых встреч, друзья!